Я сочувствую гомосексуалистам. Я не хочу, чтобы моим сыновьям и моей дочери выпала такая доля. Вот данные, которые мне удалось собрать из западных источников, к сожалению, у нас этой темой, занимаются не очень глубоко. Так вот, пожалуйста, по американским источникам, я записал там все ссылки, 78% мужчин-гомосексуалистов чувствуют себя менее счастливыми, чем их гетеросексуальные собратья, по данным Американской психологической ассоциации. Исследование двух тысяч лесбиянок показало, что в течение года 75% имеют депрессивную симптоматику и нуждаются в психологической помощи. Гомосексуалы в 6 раз чаще совершают попытки самоубийства по сравнению с гетеросексуалами. То есть там не очень все здорово и не очень все здорово. У гомосексуалистов среднее число партнеров за жизнь составляет от 100 до 500, при этом более 10-15% имеют тысячи партнеров. То есть там нет привязанности. 79% исследуемых ответили, что более половины их партнеров незнакомцы и видели их лишь раз в жизни. А некоторые занимаются этим в темноте, так называемый анонимный секс, специальные комнаты. В Голландии лишь 2% гомосексуалистов пользуются правом зарегистрировать брак официально. Это миф, что они хотят создать семьи. И, наконец, исследование в странах, принимающих и поощряющих гомосексуализм, это Голландия и Бельгия, и в странах, относящихся к нему менее терпимо, не обнаружило значимых различий психоэмоционального состояния гомосексуалистов. Их психологические проблемы обусловлены в большей мере внутренними причинами, чем общественными. То есть то, что они гонимы, это не, да? То есть вот они в чем эти, это пишет Мартин Вайнберг, уважаемый профессор Иллинойского университета. И, наконец, последнее, вот это как раз по поводу необходимости сжигать сердца. В Соединенных Штатах Америки в медицинской статистике нет слова гей и нет слова гомосексуалист. Там пользуются аббревиатуры, все очень политкорректно. Это MSM, Men Who Have Sex With Men, мужчины, у которых секс с мужчинами. Так вот, для них в США введен пожизненный запрет на донорство, крови, спермы и сердец. Если у них был, если у них был контакт с 77-го года, 35 лет, пожизненный запрет. Их сердца не используются, они их сжигают, они их закапывают, даже если это здоровые люди. Поскольку СПИД, поскольку гепатит В, поскольку гепатит С, поскольку герпетическая инфекция и саркома КАФ и шезлокачественное заболевание, риск невозможно. Это есть на сайте FDA, это Food and Drug Administration, это аналог ведомства Онищенко в Штатах. Строго. И вот, я хочу посмотреть на флаги, еще 25 стран, вот здесь были флаги, я прошу вернуться, да? Точно такое же есть. То есть, практически во всех европейских странах, в Турции, в Израиле, в Австралии, где угодно, посмотрите, Бельгия, Канада, Китай, Хорватия, там сжигают и закапывают эти сердца. Они просто так делают пожизненно. В других, в остальной части мира, через 5 лет, через год, задержки, но если кому-то из них отрывает голову, то он не может сказать, когда у него был последний контакт, так происходит во всем мире. У нас, в России, наверное, едва ли не единственная страна, где не спрашивают, у кого вы берете кровь при переливании. То есть, мы играем в русскую рулетку, если вам переливает кровь, она может быть содержать вирус HIV. Это я за такой закон.